Give me a real! Так, концепт наш выглядит вот так. Опа. Че, расскажи, что делаете сегодня? Hip-hop is my religion. В итоге все равно будем делать freehand, потому что грудь у всех разная, поэтому чтобы вписалась интереснее. Че, зараз справишься? Я надеюсь, да, если не съедет персонаж. Это ты, давай, Сандела. Смотрите, какой тип. Узнали? Расскажи немного, ты же пришел из граффити в татуировку, в тату движуху вот этого все. Как вообще так получилось? Я тебя вот, насколько знаю, надумаю, на тебя подписан. Ты всегда был граффити-артистом таким. В один момент, смотрю, ты с Клименом, короче, заколабился где-то в граффити на стенках, короче. И смотрю, думаю, бля, сейчас по-любому колоть начнет. Ну, я, короче, как у меня был опыт колоть, я начинал как-то супердавно еще, когда я заканчивал универ. Мой Кент открыл тату-студию. Точнее, он работал просто как тату-артист. И в один момент у него появилась тату-студия. Я начал там, ну, как сказать, свой путь ученический. И, короче, забросил все это благополучно через год. Студия закрылась в связи с продажей помещения, поэтому... Еще там колол каких-то друзей иногда и прям все забросил. Ну и все время, знаешь, это, типа, было такое. Так как сам забивался, сам был в этой теме, следил за тату-артистами. Вся эта история, вся эта движуха меня вдохновляла. И вот в моменте просто у нас очередной разговор случился с пацанами. Типа, что я все думаю, надо, типа, все-таки начать колоть леттеринг, потому что я и так, типа, этим занимаюсь. Они говорят, ну, и так, а что думать, давай. Кремен выложил историю, мы нашли себе модель. Ну и случился вот тот самый коллаб, после которого движуха поперла. Ну, там как бы по факту я участвовал во фрихенде и немножко в царапках. То есть мой первый сеанс, как бы, накидали весь концепт. А то есть ты не прям, прям колол? По сути, все остальные сессии клинин делал. Ну, то есть я, как бы, концептуально, типа, залетел, чуть-чуть покрасил там, как-то, ну, понял, типа, физотехнику просто вспомнить, потестить машинки, иголки. Цель была такая, короче, просто, знаешь... И что, тебе сразу зашло? Ну, как зашло, типа, я в целом представлял, что это такое. Просто это, знаешь, как сломать этот паттерн поведения, что все-таки я могу колоть, типа, такое, шестустановка. Ну, и плюс там начали мне сразу, там, мейкинты стали писать, которые, типа, о, я смотрю, ты там кого-то начал, давай. Кто давно хотел от тебя, да? Чиназость. А, чиназость, сюда. Сюда, сюда. Ну, и, короче, у меня там, то есть какие-то, типа, пошли, типа, такие маломальские проекты. Но техника, как бы, понял это. С первого раза у меня прям нормально так не получалось, прям, прокрасить. Ну, и потихоньку, помаленьку, начал тусоваться в окружении таких грамотных типов. Советики, туда-сюда, Макс Прима, там, тоже подсказывал очень много. Тринадцать, там, как бы, репзики, все показали, рассказали. И в моменте, когда ты сидишь, колешь, и к тебе подходит какой-нибудь чел, просто говорит тебе совет, типа, там, посильнее притопи, здесь, типа, еглу поверни, и у тебя просто все по-другому, знаешь, начинает работать. А кайфуюсь, с чего больше, с татухой или с граффити в данный момент? Кайфуюсь, с результата, типа, когда пиздать результат, там, не важно, типа, что, стенка, что. Ну, а процесс? Ну, процесс, конечно, проще. Спрей, да? Спрей, потому что ты можешь, там, перекрашивать, у тебя нет, то есть, у тебя есть вариант все перекрасить, здесь у тебя вариантов нет, максимальной концентрации должна быть. Как ты адаптировал свой стиль под татухи, или просто перенес его? Ну, вот сейчас, типа, я, это, наблюдаем, как раз-таки, тот самый момент. Адаптация? Когда я делаю, да, инверсию. Почему инверсия? То, что с цветом кожи можно играть? Ну, это как раз-таки та самая адаптация про граффити, типа, что вот у тебя есть форма и аутлайн. Я думаю, эта тема в татуировке все-таки, наверное, больше из граффити пришла, а инверсия. Я раньше вообще не наблюдал инверсию, очень редко инверсия была. Ну, либо флопы рисовали, да, типа, тоже, по сути, как инверсия, а вот прям, чтобы леттеринг, инверсия, это такая, типа, ну, раньше просто черная была и аутлайн. Да, да, не так давно появилась. Что это, как бы, такая тема, что как будто бы это граффити на это повлияло, собственно. В любом случае, да, другие всякие сторонние культуры смежные влияют на татуировку, так или иначе. Так же, как поп-арт в искусстве считают тоже во многом. Да, сейчас все на все влияет, как бы, так или иначе. Ну, и плюс татуировка выигрывает в плане монетизации, потому что тату-салон есть в каждом городе. И, типа, у тебя работа person to person. Согласовываешь вот так, типа, вот у него была идея, мы ему показали, он ее, говорит, делаем. С оформлениями всяких, типа, стен, это обычно ты для бизнеса делаешь, и у тебя, там, череда согласований. Ну, тоже изи, когда, там, чел шарит, и он полностью доверяет, он говорит, типа, делаешь, и ты, типа, делаешь. Но чаще всего ты все равно, типа, у тебя согласование, подписание договоров, там, типа, три собственника, там, решают между собой, там, бать. А если это фасад огромный, то это еще и город решает, там, типа, соглас... Ну, то есть, там, огромная команда людей работает над тем, чтобы просто согласовать, чтобы ты, ну, огромную стенку, типа, сделал. В плане татуировок, типа, ну, это очень мочится с тревелом. Типа, у тебя небольшой пакет, типа, со стафом, в студии все оборудованы, ну, по большей части. Плюс, что и клиентов тебе подкинут. На сути, это как агентство. Агентство, которое связывает клиентов и татуиров. То есть, есть агентства, которые связывают, типа, там, клиентов и граффити-художников, но эти агентства есть единицы. А есть агентства такие прям? Ну, есть, да. Ты работал с такими агентствами? Да, да, да. Ну, там, то есть, вот, например, когда ты... Все точно так же, то есть, когда ты делаешь себе имя в татуировке, у тебя этот трафик ломится, да, от клиентов, ты начинаешь делегировать, да, всякие разные. То есть, ты делаешь, там, типа, определенную тему, а все остальное делегируешь. Так же и здесь. Тату-студия научилась настраивать, типа, трафик. И делегировать на разные эти. Сколько я знаю, ты вообще очень много путешествовал, и в том числе и с граффити-двежухой еще. Ну, с граффити-двежухой обычно по фестам, но это не прям, чтобы, знаешь, там, великая монетизация. Ну, то есть, когда это, типа, ну, у тебя есть заказ, там, в другой стране это кайф, типа, ты едешь и ты путешествуешь. Но чаще всего мы по... На фесты какие-то не гонял, да. Нам много путешествовали с фестами, да. Ну, там, бывало так, что нам, там, оплачивали, типа, все. Бывало, что оплачивали гонорары, там. Зависит, короче, от уровня организации, понял? Угу. А есть, как бы, фесты такие локальные, где, там, типа, ну, чуваки сами, там, за все платят. У многих граффити это как, все-таки, как хобби, и они готовы тратить на это хобби, и, ну, то есть, это как способ съездить, там, в Индонезию, там, не знаю, в Мексику на какой-нибудь граффити-фестиваль. Кайфануть просто. У меня чисто сам потратить и не заработать. Ну, да, как ты съездишь, типа, на эту конвенцию, не участвуя. Просто ты потусуешься, может, подзабьешься, но ты потратишь бабки, ну, типа, вот так вот. Какое, типа, да. Профессиональный движ, это все-таки работа со всякими, там, разными, там, агентствами, галереями. Вход в татуировку проще, с этой точки зрения. Ну, вот сколько татуировкой занимаешься? То есть колледж недавно? Ну, вот, там, второй год был. А граффити рисуешь? В, 15. И ты уже, как бы, ну, тебя видишь, да, с фидбэком своим прикольно, что ты залетел в тату-движуху, и ты сразу, да, по конвенциям, там, по мировым, вообще, по всяким, там, студиям фигачишь. Это везде народ, как бы, движуха, все тебя знают. Ну, не все. Ну, очень многие. Даже из тату тусовки, как бы, мастеров-леттерингистов, те, кто у тебя узнает, как бы, видит твой стиль, сразу такие, вау. Потому что леттеринг-то, как бы, он без разницы, он же леттеринг, или в Африке леттеринг. Просто я к тому и говорю, что, типа, я все время, то есть я, по сути, занимаюсь леттерингом, смотрю на всех остальных, типа, художников, ну, и многие, как бы, ну, миксуют и граффити, и татуировку. Выглядит так, что я сделаю это за сеанс. Ну, пока вообще, да. Обнадеживающе. Размерчик окейный. Ну, все, посидим до позднего, ничего страшного, не торопимся. Блин, это единственный, короче, будет, наверное, выпуск в истории, когда человек доделал татуировку за раз. Потому что я снимал выпуск с Громовым, он не закончил. Ну, у него там изначально на два дня планировалось. Там с Бойко мы снимали, вот сегодня он выйдет. Тоже за два дня в итоге делал. Короче, я не снял результат ни один, понял? То есть у тебя, наверное, будет первая работа, которую мы подсерили. Ну, давай будем, это, загадывать, что мы все. Не будем нарушать традиции, да? Слушай, а расскажи, ты вот очень много путешествовал, мы задели уже немножко путешествия. Прям очень, ну, ты и в Америке, и в Мексике, да, был, и там постоянно в Азии, в Индонезии, и там везде. Где больше всего кайфанул, что больше всего запомнилось, и где были самые интересные споты, не знаю, по граффити у тебя вообще. Ну, самый необычный спот у меня залетел на миллион просмотров. Риус, это типа кусок корабля на Бали. Ну, потому что, я думаю, он и поэтому затерпнул, что это необычный спот. А так все по классике, стенки в основном. Какой-то заброшенный корабль был, ну, типа такой. Да, кусок обломок, типа, корабля просто выброшенный на берег. Прикольно, прикольно. У тебя на лямчик, да, залетел Риус? Единственный Риус, который залетел на лям. Сначала положено. Ждем новых миллионов. Где ты вообще был? Много стран посетил в свою жизнь? Я не считал, вот так, но достаточно, да. Ну, в основном Европа, Азия, Юра, Мексика. А в Америке, Мексике, вот я был. Что, как с латиносами стиль раздавал? Там вообще, короче, конкретно леттеринг прокачанная история. Там, конечно, ценники не такие, как в Германии, но... На татуировки, ты имеешь в виду, да, подешевле? Да, 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 да. Но спрос на леттеринг больше, как я понял. Потому что по факту леттеринг там цветет и процветает. Граффити тоже движуха там во всю прет. Как будто бы чуть-чуть, знаешь, запаздывает. Европа или мы? Не, Мексика запаздывает. А, Мексика? Как будто бы там сейчас, как здесь, типа, лет 7 назад, типа, знаешь. Ну, серьезно. Это про уровень жизни имеешься, или про татуировку культуру? Не, про граффити движуху. А, граффити культуру. Про татуировку культуру там, ну, наверное, тоже, но им, видишь, они там рядом, как бы, с Лос-Анджелесом. И, как бы, там все равно это есть влияние. Они в Америке чаще бывают. Плюс-минус, наверное, одно и то же. По уровню татуировки. Подал там какие-нибудь ситуации интересные? Гангстерские? Да нет. Нет? Все спокойно было? Ну, там, по сути, вот, если ты хочешь оказаться в этом гангстерском районе, а там делать, ну, нечего, по факту. Никаких достопримечательностей, просто, типа, знаешь, какие-то... Гетто? Да, да, да. То есть там, по сути, ты как турист, только если ты специально туда приедешь, да? То есть там, типа, есть, ну, я был в Мехико-сити, там, то есть, три или два района, типа, туристических, и там, как бы, вся движуха. В остальном, просто ловить нечего, типа. Вся цивилизация, где тебе по кайфу, ты там, ты скисываешься. Да, ну, типа, гринго, там, в основном, одни эти. Гринго. А ты один туда просто, типа, полетел, такой, вот, полечу, или ты с кем-то договорился, там, словиться, чуваки тебя позвали. А, да, там расклад был такой, что меня позвали на граффити-фест. Был бюджет, они оплачивали мне билет. О, даже так? Да, то есть у меня там уже были, как бы, знакомые, чуваки, которые... А ты уже колол в тот момент? Это было недавно. То есть ты еще, короче, кальнуки за скайфом поехал? Да, я там и познакомился со всеми этими, Леттерин Маландро, там, я в бустере на студии. Нормально, нормально, фига. Я про это и говорю, что, типа, я там две недели колол татуировки. Что, ты каждый день херачил? Ну, типа, первую неделю у меня там из серии 4, знаешь, сеанса была. Это, типа, на ту аудиторию, которая моя и чуваков, которые фестиваль организовывали. У них там граффити-шоп, и они там организовывали попытку тату-студии сделать. Но так как они сами не генерили трафик, мы потом с бустером, ну, еще это, обсудили, что было бы неплохо еще сделать попытку, и он через студию сделал пост, я еще, типа, запушил. То есть мы запушили с тех клиентов, которые... Его аудитория, да? Угу. Еще какие-то клиенты появились просто по ходу действия, потому что мы там с кем-то пересекались. Ну, ты не знаю, как... Ну, ты курсы как-то происходит. Короче, просто на таком, на фристайле. Это, да, это иногда происходит, фристайл, так же, как вот здесь. То есть, типа, запись была одна, но, как бы, мы сделали чуваку шею. То есть это фристайлом произошло, потому что, типа, ну... Я был в этом... В этом моменте с пацанами, да, да, и они такие... Блин, ну, было бы классно, ну, и вот мы и сделали. На фристайле тоже складываются всякие истории. Слушай, конечно, но, опять же, если ты можешь раздать стиля, потому что, если ты не можешь раздать стиля на фристайле, то, как бы, у тебя и не хер старался. У татуиров много всяких историй, когда они случайно, там, знаешь, татуировки кололи, там, на квартирах, там, я не знаю. Слушай, ну, это ты переоцениваешь татуиров. Это ты, опять же, мне кажется, смотришь на все стороны латрингиста, потому что у меня есть таких историй куча. Ну, вот. Я знаю, что у кого-нибудь, знаешь, Ахарина, там, или Рябова, и куча таких историй. Ты сейчас про реалистов примел, в пример? Да-да-да. Там, как бы, другой уровень замочек. Я говорю, я имею в виду, типа, что, типа, можно сделать... Взял тачку и поперся больше, амбиспро 1. И то, что можно сделать, типа, так. Что-то сколько будешь слоев рисовать? По плану обычно, то есть, слоя 3, иногда 4. Сначала композиционно накидываешь, потом починяешь более-менее. Потом уже, ну, до деталей, там. А потом машинка еще более детальна. Не пробовал сразу машинкой колоть, как с Мери, без маркера? Не-не, я еще не на этом уровне. Не преисполнился? Да он сам угорает с того, что я, говорит, вахует с того, что они меня просят. А, они сами просят у него, да? Ну, типа, они у него просят. Ну, я думаю, наверное, типа, он там по прикову, наверное, сделал, там, ну, первый. Но сам понимаешь, это же такая тема без обратного билета. Сразу накидываешь, да, какие-то штучки всякие. Бля, вот у тебя контент разъебный. Расскажи немного про твои прекрасные очки. Как создается контент. Видишь, мигать начало где? Да-да-да. Ну, вот просто в эту камеру я снимаю ровно минуту, потом режу. В аппликейшене и история готова. Слушай, круто. А как ты заметил, что вообще повлияло, ну, типа, вот это создание контента нового на реакции, запросы, подписки? Да не, ну, там и так понятно. Просто ты, в любом случае, тебе нужен контент. Процесс – это интересно. Было-стало, это все. Прогресс, развитие. Ну, получается, просто удобно снимать, потому что так бы ты это все снимал с телефона, либо кто-то должен это снимать. Вот так у тебя всегда, ну, камера. Плюс ты, как бы, можешь это в голосовом режиме просить. То есть, когда ты татуируешь, тебе не надо нажимать на кнопку. Угу. Просто говоришь, типа, hey, метод, take a video. И оно включается. Это, сука, технология. Просто ребята молодым, по-любому, интересно многие. Многие же вообще поняли, не в курсе, что вот эта штука такая бывает. Как контент люди делают. Это же интересно, всякие лайфхаки, знаешь, фишки такие от чуваков, от крутых. Ты в целом-то в обычной жизни как бы хер увидишь, хер где найдешь. Ну, я увидел, да, рекламу, что они появились. И сразу побежал, купил. А ты до этого видел кого-то статуиров такую тему, чтобы они работали с ними? Статуиров? Ну, я у кого-то видел просто, что я просто понимал, что мне в целом для процесса, ну, это как... У тебя GoPro обычно, типа, вот здесь. И так от первого лица, типа, да? Да, то есть, как бы, красить можешь не только татуировки, все. Просто прикольно, смотришь, у тебя руки свободные. Что еще из технологий, вот последних таких, тебя больше всего удивило или не знаю? Ну, в основном всякие нейронки, типа. А ты используешь нейросети? Я использую для... Я же дизайн рисую для принтов. Иногда, типа, там, тебе... Как мудборд. И нужно, там, придумать какую-нибудь замороченную идею. И это проще написать сразу в Majorney или GPT, нежели ты будешь в поисковике искать, типа, то же самое. Если ты сразу, там, задаешь... Я видел, что ты еще пользуешься сейчас GPT и голосовым помощником, как гуглом, по факту. Да, да, да. Вообще, типа, для тех, кто там всякий фигуратив рисует, мне кажется, нейронки вообще топ. Ты, например, те же самых ангелов, капидонов своих. Ты можешь сразу сгенерировать с автоматами, со всякими там... Не так все это просто, как хотелось бы. А ты пробовал? Да, конечно. Ты загружал примеры? Слушай, ну вот мы сейчас начинаем тоже небольшую такую зависту тайную подкроем. Мы сейчас начинаем работать не с Midjourney, а с... Скажи мне, как она вторая называется. Стейбл Дефьюжн. Там более точно. Вот. И там уже, да, там можно и загружать. То есть, грубо говоря, я там могу загрузить все свои дизайны, татуировок, все свои картины, ангелов. Вообще все, 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 что я там мудбордку это. И он проанализирует и создаст, типа, стили моим почерком, понял? То есть, таких же будет ангелов делать, как я, там, какие кроссовки использую, не знаю, какие оружия использую, чтобы он тоже считывал все это. И вот там уже, как бы, возможности безграничны. Но это там немножко сложнее просто совсем работать. Научить надо, да? Да, его надо учить, там нужен мощный комп и прочее, прочее, прочее. Но сейчас вот мы в пути, как бы. С Аглесом тоже много общались, над чем он шарит, пиздец. Вот он там насоветовал нам тоже кучу всего, поэтому сейчас будем работать. Но в Midjourney я генерил такое. Ну, как мудборд, то есть, ты же, тебе обязательно прям стопроцентную, там, историю от него получить. Нужный ракурс ты можешь, там, найти. Ну, на самом деле, мне проще нужный ракурс найти, вот как я по старинке работаю в классике. В гравюрах старых, в картинах каких-то. Их, на самом деле, такое количество, этих копидонов, в старых работах, в старых картинах, что вообще... Во всех ракурсах уже нарисован. Да, 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 да. Просто они видишь, очень много работ есть больших, допустим, я встречал. Где они, знаешь, там, где-то в углу на потолке, там, спрятаны. Ну, их там, допустим, 15 штук, и там сразу вообще можно разгуляться, пиздец. Ну, потихоньку рождается, рождается. Я так еще не закручивал. Прикольно, прикольно. На тебя потс повлиял? А потс так закручивали? Не знаю, я просто... Не, естественно, все же на друг друга влияют, так или иначе. Даже неосознанно, то есть, даже если не хочешь, это... Нет, это железно откладывается. Все, что в тебя попало, оно там, генерится. А есть кто-то, кто прям на тебя, на твой стиль, допустим, в граффити? Вот потс на меня повлиял, он меня эр заставил повлиять. Не, ну в масштабном плане, прям в более таком, есть кто-то, кто там в начале карьеры на тебя влиял? В целом, идея татуировать, наверное, ну, норм, наверное, влиял, потому что у меня там много контента было прикольно. Потому что, типа, он и граффити рисовал, и татухи бил. И я, когда у него забивался, он мне тоже сказал, что когда татухи, типа, будешь бить. А, ты забивался им, когда ты еще не колол? Да, да, да. Я, типа, тогда уже пробовал, но, как бы, я не осознавал себя как-то ту артисту вообще. Ну, вообще, граффити, вообще, все, кто, типа, делали, там, типа, куски и били татуировки, естественно, влияли. Все понемногу. Смотришь, думаешь, о, прикольно. А потом хуякс, и сам уже бьешь татуировки. А есть кто-то еще из таких артистов, с кем ты очень хотел познакомиться, но лично не знаком? Остались еще такие? Наверное, есть, но это просто, там, на ум не приходит. Это, что я е нарисовал, как в таком ракурсе, потом ее еще круче сделал, ну, типа, подзагнул. Сейчас еще, ты же прям видно, как у меня меняется этот наклон. Для чего, типа, маркерами разными нарисуются, чтобы просто уточнять. Потом просто все лежит вот так вот. Ну, и рубрика моя любимая, собственно, что по краске, что по иголкам, какая заточка. Что, ты сам с Алюшином мешаешь, да? Вич Хазлом? Алюшин, ну, а что, ну, типа, 5-3 капли на эту воду. Динамик нормальный ты, с кайфом? Динамик. Не, ну, у меня это был travel краска. Обычно я езжу, там, какая студия дают. Ага. А, ты, короче, тоже такой на, 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 пристали всегда. Че есть, тем колю. Да, 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 ну, просто, видишь, если у меня закончится, у меня пантера была целая большая, а это было, как чисто, знаешь, маленький тюбик для travel-а. Короче, вообще минимализм везде. О, по иголочкам, по иголочкам, че, лопаты, ну, ха-ха-ха-ха. Тут разная тема. Лопаты, ага. Чем работают крутые летрингисты, ну-ка. Завяткой будем красить. Че, тебе квадро нравится? Ну, ништяк. Тебе нет? М-м-м. В последнее время вообще они как-то огорчают меня. Так, конкурить, терка, по идее, мне надо. Скажи, какая буква для тебя самое сложное написание? Ну, вообще с любой можно справиться, но порой бывает, самые обычные буквы превращаются в сложные, ну, из-за места, из-за какого-нибудь. Ну, по форме вот какая вот тебя больше всего вызывает? Напряжение. Да я не могу сказать, что прям какая-то у меня вызывает напряжение. Из-за того, что скилл большой, да, типа, в целом уже пофигу. Ну, да просто с какой-то чуть побольше можно прилипнуть. Ну, обычно всякие там X, да, надо порисовать там. А есть любимые буквы? Ну, S, наверное. Я у меня, по сути, вот если я кусок рисую, плюс-минус одинаковые буквы всегда. А S обычно всегда разные. Есть где поэкспериментировать с формой, да? Ну, типа, она в центре, и получается, что центр композиции там всегда разный. Какое место тебе татуировать больше всего нравится? Ну, мне нравится предплечье как выглядит, потому что это... Ну, эффектно выглядит тебе лучше. А, вот на этом месте получается, да? Да, ты типа за одну сессию делаешь, типа, как четверть рукава. Расскажи еще немножко про вот ваш проект с Максимом Прима. С коллаборацией холсты, вот лица с надписями. Как вообще идея появилась? Да, началось с того, что у Максима уже была идея, типа, рисовать, типа, буквы с лицами. У него там уже были какие-то эксперименты. Просто в Краснодаре он, говорит, предложил, давай, типа, это, ты буквы сделаешь. Я лицо накинул, вот мы сделали, получился прикольный этот холст розовый. Ну, решили еще предложить, типа, время было, там, свободного много. А сколько уже холстов сделали совместных? Я не знаю, сколько точно. Какое-то количество холстов. Какие-то вейтлисте висят, но особо там не было проданных. Сделали один для Энджела на заказ в Чикаго, в студию, в новую. Какой черно-белый холст прикольный получился. А вас же еще не должно, вы участвовали в арт-выставке или как это было? Да, ну, в ярмарке участвовали, но надеяться на крупные продажи тоже, типа, смысла особо нет. Мы продали там какое-то количество принтов, люди проще коллекционируют принты. У вас в будущем задумка, что вы еще будете продолжать эту бежуху, да? Такой фирменный стиль совместный. Я думаю, как это все должно быть. Если это будет прибыльная история, мы будем продолжать. А ты со своими другими холстами в соло участвовал в каких-то уже выставках? Ну, каких-то участвовал, да. А продажи основные были на аукционах. А где это было? В Москве. В Москве, да? Собирают аукцион по уличным художникам. А так, типа, тоже можно участвовать в всяких там космоску. Типа, просто покупаешь себе. А так же будку, как на конвенции? Да, да. Просто там дороже стоит, чем будка на конвенции. Порог входа чуть-чуть другой. А часто холсты у тебя заказывают, пишут под заказ, ну, купить? Нет. Ну, я, видишь, их особо не пишу. Что происходит? Краску выбираем. Что будем делать? Магазин не рисовать, не стенка. Короче, ребятки, тут целый дом такой, заброшенный. Legal wall. На этой стенке будем мысление, где черное. На этой стенке Ваня, в конце, поспаку будет под коллап. Мы все это бафнем в черные валиками и попрем рисовать. Ваня чисто, короче, машина, ребят, это чисто принтер. Он дает прям вообще. Сколько ты потратил? 10 минут вот на это? Ну, как порисовали? Пока. А что тебе больше нравится, граффити или татухи? Если вот одно надо было выбрать. Ну, везде, видишь, свои приколы. Ну, я понимаю, да. Вот в этом прикол вопроса. Сложно, видишь, типа тут минусы. То, что нас сейчас через час закрасят? Нет. Ну, за что, да, похуй, что закрасят. То, что, типа, вот, ты нахуй весь, блядь, в грязи, блядь, в какой-то. Плюсы татуировки, что ты сидишь в чистеньком кабинете, в приватной атмосфере. Ну, плюсы граффити в том, что у тебя есть возможность обмотать назад. Тебе никто не прихтит от боли. От того, что ты тут по нему там иголкой водишь. А что, скажи, где ты вообще сейчас двигаешься, где базируешься? Нигде. В данный момент кочевник. Джипси-стайл? Джипси, yes. А что, какие планы у тебя на будущее вообще? Можешь поделиться или пока так секретно? Ну, планы, по идее, замутить там какую-то эту хотя бы. Карточку европейскую, чтобы уже можно было что-то арендовать или не арендовать. Какую-то базу. А ты планируешь еще в Европе оставаться? Ну, не знаю. Потому что мутить каждый раз типа визу. Сейчас еще хуй знает, когда на сколько дадут. Поэтому лучше карточку. А что тебе в Европе больше нравится, чем в России? Не, ну, в Европе движняк. Международный происходит. Ну, сам понимаешь, конвенции всякие. В том же Франкфурте, да, которые проходят. Там типы со всего мира съезжаются. Ну, то есть, где я в России? Типа, ну, в Ронсович на них ездить надо. Да, понятно, конечно. Ну, и так чисто даже на геспотах, кто может пересекаться со всякими там киндамами, Максимами, Приму, Джерри. По-прежнему, часто ездишь? Да не, я вот только по этому во Франкфурте был. Ну, мы гоняли еще, ладно, в этот. В прошлом году были на Пражской тату-конвенции. В Мексике я тоже залетал на мексиканскую. Участвовал или просто? Ну, оно такое, типа как. Пражской тату-конвенции, как будто бы я в Новосибирской. Наверное, в Новосибирской тату-конвенции был. Ну, там есть прикольные тату-конвенции, но в основном, типа, ну... Локально все? Да, какой-то движ такой. Не, ну, составчик. Не сказал бы я, чтобы это не удивило. Не хочу сказать, что там в Новосибирске все беспонтовые сидят, ну, типа. Все по-своему красавчик, просто на мой вкус, типа, что по леттерингу, понял, там. Отряда нету, короче, типов. Например, во Франкфурте. Ну, там сравнил тоже, нифига себе, такой фест. Я не был еще в Париже, но говорят, там тоже тема. Ну, вот надо сгонять в Штаты что-нибудь там, посмотреть. А ты на Анкону поедешь в октябре? Да. Вот. На Анкону тоже, вроде как говорят. А ты что, в году не был? Был. А, ну, как тебе? А, на Анкону вообще... А, кстати, да, там-то я участвовал. Там вообще кайф. Отдельная грядка была по леттерингу. Был граффити-джем, типа, понял. Ну, короче, вообще красиво. Прям внутри, на этой фесте? Ну, там стенка, короче, на входе на этой фесте. А, прикольно. Что-то в этом году еще не готовишь туда? Что-то прикольное, оригинальное, интересное. Да я ничего не готовлю фристайл, как обычно. В прошлый раз у меня там клиент нашелся. Надо пушить, чтобы найти себе модель какую-то. Но ты никогда не готовишь что-нибудь такое специальное, типа, заранее на конвенцию? Ну, я, видишь, не особо ты не участвовал в конвенциях, чтобы... Короче, вся такая на релаксе. Начала у себя, чисто, как будет, так будет. Да, фристайл. А что, в планах еще куда-то гонять? В Штаты хочешь? Угу. Что там, Серег, подвигать? По бухгам подвигаться? Ну, посмотреть, как там движник по этой тени. Ну, по-любому, там нормально. Потому что так-то понятно, что там мощный движник. Просто там уже тоже есть локейшн, какой можно писаться. Там Чикаго, например. Я видел, сколько ты его рисовал. Насколько у тебя вот ты отрисовывал дизайн по времени и уходит на такое? Ну, немного уж вот так-то. Главное, чтобы голова свежая была. Ну, по сути, что ты, типа, рисуешь направляющие, композиционные, чтобы это все вписалось. На данном случае, видишь, тут такой даймонд получился. Ну, ты видел, я рисовал. Угу. И получается, что в этот даймонд, ну, уже... Ну, короче, такой, типа, не треугольник, но такой, а-ля, типа, суперменовский значок. Да, короче, сначала определяешь общую форму, потом в нее вписываешь, и все. Да, ну, потому что она композиционная, чтобы сидела, пизда-то. Все, потом сюда уже вписываем. Там уже смотрим, какие эти стеллаки, ну, круче сочетаются. В данном случае я сделал два, две опции. Ну, надеялся на вот эту, которую мы в итоге делаем. На инверсии прикольная, короче, сама получилась. Но с ней по заморочению история. Ну, сейчас, Саня, он дал Super Cheyenne, сейчас все быстренько покрасит. Да, кстати, тестим Super Cheyenne. Старенький на проводах. Ты вообще достал на проводах или ты сразу спамер? Я говорю, я когда начинал первые попытки, там все на проводах было. Нет, я говорю про новые, про новые, когда ты сейчас начинал. На педалях. Нет, 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 сразу спамер. Вообще с кайфом. Потому что, ну, я сразу понимал, нахуй я на эти проводы. Ребята, чтобы вы понимали, все, при мне Ваня вечно рисовал дизайн вот этого все на iPad. И вот, он говорил до этого про форму. Все, что он дальше вписывал в форму, мне кажется, заняло минут 10-15. Ну, очень быстро человек рисует просто вообще. Нет, ну, это же была просто композиция. Налегке. Ну, я имею в виду, что вот как вписываешь, сами шрифты, то есть шрифт был написан вот именно прямо. Ну, набор кистей тоже решает. А у тебя свои какие-то кисти ты сам делал или просто накачал где-то? Нет, я купил там, там, несколько пакетов. Там просто чел, в один момент, там, я венчал, Смирс тоже утром занимается. Я просто смотрю, он, типа, начал делать кисти, я такой, ну, надо тоже чем попробовать сделать. Что-то там, поразбирался, там, знаешь, с вами, серия. Еле-еле там сделал, там, две кисточки. Смотрю, он уже, типа, этот, дропнул пакет кистей. Посмотрел, что в целом все, что он сделал, это то, что мне и нужно. Я просто подумал, ну, зачем это время тратить и там, разбираться просто заплачу, куплю себе сразу пакет и не буду париться. Я реально, я до сих пор им пользуюсь, то есть, вообще, топовый. То есть, там, браш-пены, всякие, там, плоские кисточки с обводками сразу есть. Но я юзаю, там, из всего пакета, там, кисточки три, может, четыре. А как много ты практиковал на бумаге, когда ты учился вообще, вот, флок, когда искал свой, как много часов, там, или в день, поскольку ты занимался? Ну, чаще всего, когда вот есть какой-то, ну, ТЗ, ты уже по нему двигаешься, и у тебя в любом случае подправляются где-то, потому что ты ищешь. Не, ну, сейчас ты уже, как бы, их ищешь из скелетов в бух, которые у тебя уже есть в голове, вот, какие-то сложившиеся формы, там. А когда ты эти формы именно, ты же начинал, когда у тебя их не было когда-то, там же практика прям решала. Ну, да, там, типа, разный инструмент пользуешься, плоское перо. Ну, у меня, видишь, у меня основной любимый инструмент был, это браш-маркер. То есть у меня стейлак на основе него строится, по факту. Браш-маркер и всякие-всякие вот эти вот обводки, оттенения, спреи, по сути, ну. Просто микс браш-леттеринга с граффити-фишками. Ну, прикольно, что писткил позволяет просто смешивать с разных направлений, с разных видов деятельности в одном. От кого из статуиров? Ты же много знаешь вообще крутых мастеров, там, латерингистов, там, и с Норман знаком был. И с Бастердом, со всеми. Кто вообще тебя вот как-то удивил по-хорошему, там, типа, приколюхой какой-нибудь из статуиров или такой прям, ну, охуел с него, прям, конкретно, с кого больше всего? Все по-своему крутые, как бы, ну, охуел я, наверное, ну, с сеанса с Норман, потому что я, ну. Меня ни разу, короче, после сеанса не загоняли, как бы, ну, непонятно, у него, скорее всего, были спонсорские пакеты. То есть меня загнали, типа, сразу крем на первую неделю и потом после первой недели, типа, два крема, аж два, там, какая-то, знаешь, там, все в упаковочке было. Конечно, мы с ним распизделились, он, как бы, понимал, что, ну, то, что он, я тоже смотрел, ну, там, по теме граффити, типа, базарили, по общим интересам. Он мне еще загнал в конце футболку с этим, с дизайном, а, час, знаешь, час, батя. Логотип его студии был один сделан, час, это, типа, батя вообще всех, всех леттерингов. То есть он вот этот час реально повлиял на, как бы, на всю сцену, ну, по крайней мере, лэй. То есть там, короче, когда граффити появилось в каких-то там годах, в Нью-Йорке, час уже в это время делал леттеринг на улице, ну, то есть кисточка на улице писал. И получается, что все отсчитывают граффити с Нью-Йорка, там, каких-то годов, там, про таки, про всяких копов. По факту, как бы, еще вопросы имеются, кто раньше начал теститься. Он живой, вроде, да, еще этот человек? Да-да-да, он там выступил. Ну, там, лет нормально, что-то, 60 или сколько ему? Ну, самый такой, да. Сколько им из грома? Ну, он просто не торчит, я так полагаю, поэтому живет. Ну, что, как правило, многие отъезжают от передозов. Леттеринг сделает тяжелое. Ну, не леттеринг, а в целом этот рэп стайл, типа. То есть, ну, сколько этих рэперов, там, молодых, торчалого. Что для тебя важнее, в леттеринге форма или содержание? Содержание, это имеющее в виду, что написано. Ну, что написано или как написано? Или как вписано в форму? Ну, наверное, все-таки форма. Типа, как смотрится, прикольно, нет? Если красиво, то красиво. Там уже похрен, что за содержание. Ну, конечно, круто, когда все два в одном. А для клиента обычно приходит уже с фразой или иногда приходит, говорит, вот, делай, что хочешь, я не знаю, что написать. Ну, лучше, чтобы они сразу приходили. Ну, так у меня есть список всяких разных слов. Иногда, типа, просят, там, типа, вонаду что-нибудь есть. Покажу, ну, типа, такие полумодельные, либо модельные проекты, когда люди такие, типа, похуй, делай. А ты когда рисуешь такие вонадушки, ты сам откуда эти фразы берешь, вообще? GPT-чат помогает. А, ты все-таки чити лишний ноги. Ну, а как, я, потому что, вот, например, она не знает, что она хочет написать, да? А я, блядь, за нее должен решить. Я тоже не знаю, что ей написать. Но я, например, прошу GPT, типа, создай мне симметричные фразы для датуировок, типа, на ногах. Ну, датуировки на ногах. С глубоким смыслом. И он мне, типа, дает 10 вариантов, там, разных фраз. Я прошу еще, он еще 10 рисует. Я сам до этого бы, типа, не допер бы никогда, естественно. Еще и на английском. Еще и на английском. Еще, чтобы, типа, были такие симметричные композиции, то есть, естественно. И в итоге он дает, типа, дихо на вариантов. Я ей предлагаю, типа, все эти варианты. Она выбирает прикольный вариант. И, как бы, все в кайфе, типа. Зачем мне париться за, ну... Ну, то есть, я за себя, конечно, могу, наверное, запариться, там, но... Но она просто выбирает из готовых фраз, которые, типа, ну, уже прикольные. То есть, ты, короче, когда не хочешь фантазировать, ты прибегаешь в помощь. Да, нет, ну, я, типа, особо не фантазер. Не, ну, я могу фантазировать с формой буквы, с содержанием. Это, ну, отдельная история. Писательская, да. Ну, обычно, типа, юзаешь какие-нибудь, там, статы великих людей, там, знаешь. Скажи ребятам молодым, кто интересуется буквами, как батя, и граффити, и татуировки уже. Кем повдохновляться, кого посмотреть? Советуй. Ну, например, знаешь, Лугосис? То есть, он не про леттеринг вообще, но мне нравится, как у него выстроен бренд. Ну, там, с астрата, брат, он вдвоем, наверное, сдаёт стиль. Да, да, да. Ну, вот как подача очень классно, типа, они и дизайн, и выставки, и холсты, и татуировки, типа, всё современное, уличное, и скульптуры, там, даже какие-то тарелки, там, знаешь. Ну, короче, всё на своём стиле, максимально, типа, из, ну, из смежных тем, по сути, всё это дизайн, да. По индивидуальному стилю, конечно, мне нравится, как, типа, двигается. Я всегда вдохновлялся Реттный. Он всем показал, какие вершины можно, типа, там, Луи Виттон, там, знаешь, всякие, там, частные самолёты, там. Ну, короче, то есть, он вышел, типа, в хай-люкс, один из первых. После него только покрас показал, как можно, ну, с каллиграфией широко шагнуть. Но у Реттный была скидка, он, по-моему, типа, в Лос-Анджелесе всё это делал. Ну, его холсты, там, много у кого в коллекциях, там, типа, всяких, много типов. А если говорить именно про флоу буквенные, а не про то, как двигаться? Ну, Реттный, как бы, крутой буквенный флоу. Не, ну, понятно. Не, к тому, что оно максимально аутентичное. Реттный, Криптик, типа, вот эти все отцы, ЧАС. На ЧАЗе, как бы, он задавал эту тему с индивидуальным стилем. Ну, кипс крутой, каллиграфия может вообще в разные формы тебе привести. То есть, вроде, одно, у всех одна и та же кисть, да? Все, типа, пользуются, типа, этим плоским пером и, типа, одними и теми же маркерами. Насколько у всех, типа, разный стайлак и флоу. Ну, так сейчас много крутых вообще, ну, то есть, сложно, там, знаешь. Естественно, ну, вот есть классические, да, мотивы, типа, вот, как вот это, например. Угу. Браш-леттеринг, классическая каллиграфия. Много кто шарит, ну, за стилек, за флоу. Типа, ну, много, в Мексике много, там. Азиаты. Азиаты, да, вот эти. А как дарк-леттерингу относятся? Кто-нибудь тебе нравится? Для даркушников? Ну, я особо никогда не интересовал дарк-леттеринг. Но я был удивлен, что Громов создатель этой движухи. Что это, типа, ну, классно. Ну, один из таких, да, первых, там, еще же, Ферикс как раз был. Ну, что он создатель этой V-composition. А, на шее, форму, на груди. Ну, знаешь, типа, все юзают. Да-да-да, все красава. Слушайте, там не только это, там много фишек у Стасика такого самобытного. Вот эти все, там, точки, какие-то кружочки, как-то встроенные, там, послойность вот эта. Люди взрываться в детали. Ну, видишь, я, как бы, не, это, не дарк-леттерник. Я хип-хоп-леттерник. Собственно, ты соответствующий. Это было, что приходили, хотели, прям, написать что-нибудь такое, и ты, прям, видишь, либо, там, слово, либо фразу, и такое, да, блядь. Крайне очень вспоминается, что, типа, девчонка писала имя своего пацана. Сделал? Ну, да, ну, я так полагаю, там, что-то, видимо, проспорил им или что-нибудь. Потому что он сидел рядом, типа, и наблюдал. Я говорю, что, тебе будем писать, я думаю, нет? Я с этого угорел, конечно. Делал ошибки надписями. Ну, на стадии еще не наколки было, что, типа, там, затух происходил, но там можно было все исправить. А на тату ходил еще не было такого. Когда прям набил, уже все. Не, не было. Ну, я, типа, слышал историю, что кто-то так угорал. Не, да, я тоже слышал такую историю. Я переделал один раз. Чужой, чужие ошибки. Ну, это тоже, как бы, ответственность клиента проверять. Лучше законтролить, чем потом ходить с ошибкой. Можешь сказать немного про Майссиберию, про проект? Ты же там был таким прям художником основным, получается, кто рисовал очень много принтов для них. Мой Кент общезнакомый моего Кента. Кент Кента. Кент Кента, да. К тому времени уже были бренды про Сибирь. У него там были попытки тоже делать мерч. Он организовал всякие, там, бибой фесты, знаешь, типа, брейк-данс. Там мерч всякие делал тоже. А в чем прикол делать сибирские бренды именно вот такие? Они сказали, типа, ну, получается, всю дорогу все ходили, знаешь, типа, в Нью-Йорк и в Л.А. Угу. Чикаго Буллс. Там, типа, знаешь, все, к этой хуйне, как бы, все привыкли. Когда появился, типа, локальный бренд, качественно сделанный, то есть, с прикольным стилем, все, конечно же, ну... Пересели? Ну, так как еще от народу, это, мне кажется, откликнулось, там, типа, знаешь, когда делают крутой мерч с твоим регионом, как бы. Ну, прикинь, вот, Лос-Анджелес. Типа, мерч, который таскает весь мир, там, в Тум-Гладеше, там, где-нибудь. Здесь, ну, везде, короче. Хотя люди, как бы, ну, и не были никогда в Нью-Йорке. Просто, типа, это настолько уже, знаешь, как культурой. У тебя, получается, туда пригласили художника, может? Ну, он предложил, давайте, типа, сделаем, типа, что-нибудь, какой-нибудь принт. Я ему говорю, ну, это имеет смысл, типа, если делать эту серию. Ну, и в итоге мы сделали первый, он его продал. Мы сделали второй, он его продал. Сделали третий. Уже стало понятно, что тима, как бы, встает на колеса. Ну, то есть, план был сделать пять. Ну, и все, и, как бы, тема пошла. У него с дисциплиной предпринимательностью все в порядке. То есть, стабильные подходы на эту тему. А ты до сих пор там участвуешь? Что-то рисуешь для них? Да. Не, ну, в итоге я запартеровался. В итоге я, как бы, делаю, получил процент. Продаж? Угу. Прикольно. Сейчас, в данный момент, уже бренду в этом году будет 10 лет. Ух ты, нормально. Хуи, да? Я сам вас... Серьезно. И в честь этого как раз таки делаем коллаборацию с 30 разными. Ну, еще план был сделать 30 коллабораций с разными художниками. Чтобы они все были там из Сибири, из Бородова, из Сибири. Ну, вот сейчас идет процесс. Нормально, нормально. Подсветить разных персонажей. Ну, и, как бы, в разном стиле. Понял, что... А ты свои идеи там тоже как-то реализуешь шрифтовые или только рисуешь то, что связано с именем бренда для него? Ну, смотри, он имеет тематику в любом случае. Про Сибирь. Поэтому, ну, как бы, смесь к этой идее, там... Ну, видишь, концепт еще такой, что, типа, там, в основном животные, маски разных животных. И, как бы, ну, много всяких разных можно нарисовать. Шрифты ты свои там используешь, нет, на принтах? Нет, ну, там, как бы, все животные со шрифтами. А, то есть там все-таки надписи, но, наверное, не бренды там добавлены. Ну, там, что-нибудь Сибириан Хантер, например. Ну, я к тому, что... То есть там все Сибириан, Сибириан... Свои вот композиционные шрифты ты не реализуешь в формате этого бренда. Реализую. То есть там каждый принт, это какой-то персонаж и шрифтовая композиция. То есть ты не только шрифты можешь завалить нормально, но и персонажи какого-то. Ну, мне кажется, вот смотри, ну, как персонажи. Графика мне нравилась всегда. Как бы там я ее и делаю в диджитале. Автотух не думал что-нибудь такое набить, нарисовать? Ну, как мне кажется, это как раз-таки бренд начался в тот момент, когда я вот начинал первый раз учиться в татуировке. Как раз мне нравилась такая графика. И вот мне кажется, я просто реализовал тот графический стиль в принтах, который мог бы быть моим, там, знаешь, стильным в татуировке на тот момент. Маски животных замиксованы с леттерингом. А сейчас не хочется? Ну, есть ли желание какую-нибудь спину шатать? Ну, либо торс полный, ну, чтобы такая вот большая маска там. Какой-нибудь волчара там, знаешь, медведь, чем-то такое. Чтоб что-то огромное, я понял? Ну, условно, как на принте. Угу. В нормальном масштабе. В целом это реально сейчас. Слушай, ну ждем от тебя. Скилл. Вот. Крутую большую работу с маской животного. А в чем тебе больше нравится самому рисовать? На бумаге или в диджитале или на стенах? Не знаю. Как комфортнее всего. Да, без разницы. Ну, какой-то больше, наверное, кайфа приносит стены. Потому что масштаб. А какая самая большая работа, которую ты расписывал? Ну, там, поверхность, площадь. Ну, девяти, десятиэтажка там такие. Весь фасад десятиэтажки? Ну, ты видел у меня в инстаграме работу закрепленную? Да, да, да. Там фасад. Там девять этажей там? Да. Вот, хераси. Молодых ребят, кто начинает делать леттеринг или хочет начать делать леттеринг. И не знаю, с чего начать. Часто пишут, спрашивают, там, а как учиться, с чего начинать. Можешь? Какие-то пару советов бывалого дать для молодых, с чего начать. Как изучать, как искать стиль, какие правила, как законы учатся вот эти все. Секретов пишут и нет. Просто практика. Херачить надо. Ну, а как херачить, если вот я не понимаю, допустим, я вот не увидел. Ну, ты вот, типа, взял, например, готический алфавит, да, с плоским пером и попер просто его херачить. То есть, там, альбом не списал, и что-то понятно стало. Какой-то флоу там, ну, появилось. Взял браш, браш-маркер. Попер алфавит. Даже не алфавит, просто слова любые, там, типа. Просто пока, ну, пока, там, тысячу листов не спишешь. Ну, ты не... Пальп не ладись. Нет, ты никак, как бы, не прокачаешь свой скилл. Ну, типа, просто никак. Только, там, после сотни ты поймешь, что ты, типа, что-то понял. Ну, как бы, тебе будет казаться, что ты, типа, что-то прикольное находишь. Но по факту, то есть, через, там, через несколько ты понимаешь, а, носишься такие, типа, шляпы. То есть, больше практиковаться и начинать с классики, с копирования классических форм и основ, да. Ну, да, там, ничего нового. Ну, всякие курсы каллиграфии же есть, с прикольными всякими типами, которые, там, разные стили рассказывают. Я, вот, на мастер-класс ходил, случайно, к Теос, вон, как, в Берлине был. Он пригласил, типа, да, залетай, типа, посмотреть, как там, чё. Ну, чё, вот, чё, ну, прикольно, что... Нет, просто, там, дают, там, скисточки прикольные, как-то там, у всех какие-то бренды есть, и даже эти бренды мешают. Ну, когда, типа, ходишь, прям, реальным каллиграфом на мастер-классы, там, прям, ну, как и маслом, типа, подъедут же какие-то лютые кисточки, которые, которыми ты просто, ну, кайфуешь. Короче, всё на уровне было. Нет, по классике, параллель пен, юзл и браш-маркеры просто. На самом деле, короче, когда кисточкой рисуешь на стене, тоже открываются новые горизонты. Там вообще другой флоу. Там, типа, да, ловишь, что-то. То есть, когда кистью пишешь, там, прям, конкретно, да, фактурами начинаешь играть. Ну, поэтому все, короче, материалы тестить, пробовать, и там, типа, будет понервничать, какой кайф. Миксовать, ну, пример, секуэр, да? Он, типа, плоскую кисть миксует со спреем. Потухок он, конечно, так не делает, но на стенах мощно он развился. Слушай, ну, там, я видел, экспериментировал давно, я еще и две, там, кисти скручивал. Ну, это просто такая плоская кисть, так, когда же шире стало. Ну, там, с кромизутками, как ты делал, там, тоже текстуру, какую-то фоксуру поймать, прикольно. Ну, да, да. Они разной толщины у него бывали. А ты сам не думал, какой-нибудь, там, обучающий курс делать, пилиграф, или мастер-класс? Пока, нет, не думал. Вот шла, да, программа, там, чтобы было... Ну, с другой стороны, можно заморозить. Мне кажется, оффлайн-формат так поприкольнее. Хотя онлайн тоже, наверное. Типа оффлайн, ты имеешь в виду, прям, мастер-классы от тебя, когда люди приходят, сидят в коллекцию? Ну, мне кажется, так, это прикольно, да. И сразу попрактиковаться, поздавать вопросы. Прям посмотреть, да, как, вот, в лайф приезжении. Ну, просто я был на таком, я помню, что такая маленькая группа с определенной тематикой. Виталик курсив, да, и там мы просто херачили. Несколько часов, а, там, несколько... Два дня. А, два? Да, два дня. Ну, как у вас, по сути, этот. Там, каллиграфы всякие разные, ну, чуваки сидели, там, графит, графитосы. Так, каллиграфы всякие разные, ну, чуваки сидели, там, графит, графит, графит. Продолжение следует...